Здравствуйте, в эфире студия «Репортер» и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим о судьбе села Крыжановка. В сознании многих одесситов Крыжановка является частью нашего города, хотя административно это отдельный населенный пункт со своими органами местного самоуправления, со своим бюджетом и, конечно же, со своими проблемами. О том, чем сегодня живет село, мы поговорим с председателем сельсовета Натальей Крупицей. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Григорьевна, скажите, вот еще 7-8 лет назад достаточно было много проблем в Крыжановке, это и водоснабжение, и вывоз мусора, сейчас село активно развивается. Вот скажите, за счет чего удалось решить эти проблемы? Вы действительно правы. Лет 8 назад мы, активисты, зная проблемы села, создали общественную организацию громады Крыжановки. Мы боролись за то, чтобы не застраивался наш берег. Общественная организация принимала самое активное участие. Мы машины свои ставили под технику и сами ложились под технику. Мы проводили форум «Спасем Крыжановку». Мы пытались конструктивно работать с властью, но нас не слышали. И в 2010 году мы со своей командой были избраны в Крыжановский сельский совет. И мы столкнулись с такой проблемой, то, что берег у нас находился в оползневой зоне. У нас оползни происходили 2-3 раза в месяц. Отсутствие воды неделями. Мусор не вывозился неделями. Коммунальное предприятие банкрот. И нам пришлось решать эти вопросы по мере необходимости. Нужно было спасать улицу, на которой находятся 45 домов. Мы, безусловно, заказали проект берегозащиты. Но я хочу сказать, что на данный момент тогда этот берег находился в аренде на 49 лет под берегом укрепления, где коммерческая структура ничего не делала, а довела его до трагического такого состояния. Мы вернули этот берег. Мы заказали проект. Мы прошли все экспертизы, все согласования. И сделали где-то 50-60% берегозащиты. И не наша вина, что мы не могли закончить этот проект. Очень большой. У нас деньги есть, мы готовы это продолжить. Но кроме берегозащиты, основную роль в состоянии берега играет еще канализация. У нас в Крыжановке, несмотря на то, что это морское село, отсутствует канализация. Мы тоже начали проектировать водоотведение. Это проект очень дорогой, очень неудобный в плане, что у нас узкие улицы, тяжелый рельеф. Но мы канализируем уже село. Мы уже второй этап начали канализирование. Вот в этом году мы прошли тендер. И сегодня у нас пять улиц будут канализированы. Мы также, придя к власти, вернули в собственность Дом культуры. Он, оказывается, тоже был в частных руках. Негде было заниматься детям. Негде было проводить мероприятия. Мы не только вернули Дом культуры. Мы сделали там капитальный ремонт. Мы открыли парк, зону отдыха. Большая, конечно, проблема в селе и была с водой. У нас водовод 60-х годов. Мы за эти шесть лет более четырех тысяч погонных метров водовода полностью поменяли. И эту работу мы будем продолжать в последующие. То есть мы процесс сползания села приостановили. Большую роль в оползневой зоне играет то, что на поселке Котовского отсутствует ливневая канализация. При сильном дожде весь поселок Котовского с залитой водой все в Крыжановку идет по двум балкам. Это своего рода тоже проблема. И, насколько я знаю, город уже сделал по одной балке ТЭУ, потому что у нас межа с ними. И когда будет реализовываться этот проект, мы пока не знаем. Я хочу сказать, что у нас... А глобально, как вы видите, выход из ситуации? Был уже проект глубоководного выпуска, да? Он к нам абсолютно никакого отношения не имеет. Это не то. А это именно перехват этих ливневых вод с поселка Котовского, которые идут к нам в балку через Крыжановку и поступают в море. Это как раз находится на меже с городом. И занимался этим проектом институт Окргипроводхоз. Они сделали ТЭУ. Ну, насколько мне известно, это очень дорогой проект. Тоже вывод трубы в море. Ну, это специалистам уже решать. Я хочу сказать, что у нас в Крыжановке школа, которой уже 60 лет. И к моему большому стыду там никогда не было спортзала. Дети не занимаются физкультурой. Там нет актового зала. Но, тем не менее, мы школу поддерживаем в очень таком хорошем состоянии. Мы сделали там ремонт. И в этом году это гордость Тельского совета. Мы подарили детям Крыжановки стадион с искусственным покрытием. Мы открыли первый этап недавно. Будет второй этап. Это беговая дорожка и полоса препятствий. Конечно, у нас дети все счастливы. У нас сегодня в Сельском совете еще есть спортивный клуб, где занимаются дети футболом, начиная с 4 лет. Он на полном финансировании у Сельского совета. Мы арендуем у них, мы платим за аренду поля, мы покупаем форму, мы организовываем поездки, мы оплачиваем зарплату тренерам. Теперь у наших детей появилось еще и свое футбольное поле свое. Это действительно гордость, гордость села, гордость за наших детей. Я также не могу не отметить педагогический коллектив нашей школы. Наша школа по рейтингу ЗНО заняла 14 место в области из 500 школ. Хочется также сказать, что у нас очень много работы. У нас вот въезжаешь в Крыжановку, у нас все кипит, канализируется село, достраивается стадион. Сейчас мы заходим с асфальтировкой на новый массив, новые лески называется. Мы там будем три улицы асфальтировать. Мы когда пришли, у нас освещения не было уличного. Мы сделали освещение и теперь перешли к более новым технологиям. Это ледовские лампы. У нас уже пять улиц модернизировано в Крыжановке. И мы имеем до 20% экономии электроэнергии. Эту программу мы будем продолжать дальше. Что хочется еще сказать. У нас, безусловно, есть еще и амбулатория, которая тоже, это гордость Тельского совета. У нас амбулатория с европейским ремонтом, прекрасные коллективы работают. Мы как бы этим гордимся. Но все это действительно можно было сделать только, когда имеешь свою команду. У команды есть определенные цели и задачи. И мы движемся вперед. Мы не отступаем от своих целей и задачи. Мы очень эффективно работаем с нашим бюджетом. У нас бюджет увеличился за счет децентрализации. У нас появился дополнительный сбор. Это акцизный сбор, который нам дает до 10 миллионов бюджет. И, безусловно, будущее села – это за объединенными территориальными громадами. Другого выхода нет. У нас вырисовывается конфигурация объединенной территориальной громады. Это Фонтанка, Александровка и Крыжановка. Мы работаем тесно в этом плане. У нас уже создана рабочая группа, которая будет сейчас плотно работать с вопросами семейными, экономическими, организационными. Вот так вот живет сегодня Крыжановка. У нас полностью решен вопрос с вывозом мусора. То есть мы работой своей пока довольны. И не зря мы признаны в прошлом году самым благоустроенным селом в области. Мы заняли второе место по области, по благоустройству, по наличию программ социально-инфраструктурных. Я хочу заметить, мы когда в 2010 году пришли, нас выбрали, у нас было всего две программы. Сейчас у нас 22 программы. И мы успешно выполняем эти программы. В Крыжановке никогда не было детского сада. Никогда. Это наша проблема, это наша боль. Мы рискнули. И сегодня у нас идет к завершению проект детского сада. Вели переговоры с арендатором. Он у нас арендует 11 гектар земли. У нас, к сожалению, нет своей земли, где можно было посадить детский сад. Мы с ним вели полгода переговоры. И он 72 сотки земли вернул в коммунальную собственность. И мы на 120 мест готовы начать процесс строительства детского сада. Да, это очень много денег надо. И без помощи области, государства мы не освоим все эти программы. Но я считаю, главное начать. Объединенная территориальная громада – это уже совершенно другой уровень бюджета. Это совершенно другой уровень поступления средств, субвенций. Это напрямую работа с министерствами, с кабинетом министров. И я думаю, что мы сможем реализовать проект детского сада, закончить канализирование. Потому что у нас только проект на канализацию первой и третьей Крыжановки. И его стоимость 56 миллионов. Это очень большие деньги. Дальше у нас третья-пятая Крыжановка, тоже без канализации. Новые лески. Ну, мы делаем то, что до нас никогда никто не делал. И мы когда были общественной организацией, мы неоднократно встречались с председателем. И он вроде бы понимал те замечания, которые мы говорили, что надо селу. Но мы получали всегда ответ, что это невозможно, у нас нет денег, мы не можем ни берег сделать, мы не можем ни... А канализация мне просто отвечали, говорили, в каком селе вы видели канализацию. Но мы, придя к власти, мы пересмотрели все, мы пересмотрели отношения по земельным вопросам с арендаторами. Мы по новой нормативно-денежной оценке земли, и у нас абсолютно все арендаторы перезаключили договора. Это была очень трудная работа. Но мы индивидуально говорили со всеми, что это идет в село, это наполнение бюджета, это развитие села. Мы в этом плане нашли понимание, и у нас с бизнесом есть понимание. Как вы уже правильно заметили, что в рамках реформы децентрализации на местный уровень спустили ряд налогов. То, что вы сказали, на торговлю под акцизными товарами, еще транспортный сбор и на недвижимость, если я не ошибаюсь, от налоги. Вы видите перспективы для дальнейшего увеличения бюджета Крыжановки, действительно ощутимого, за счет чего, собственно, можно будет без помощи области, без помощи государства реализовывать вот те проекты, которые вы уже начали реализовывать? Резервы пополнения бюджета мы видим сегодня. Мы действительно, вот второй год у нас, как вы сказали, налог на недвижимость. В этом плане у нас есть немножко недоработка. Мы работаем вплотную с налоговой, потому что реестр по недвижимости коммерческих структур находится только в налоговой. Реестр по недвижимости физических лиц, еще доведение этого налога. Наш сельский совет заказал эту работу в БТИ, и мы в течение двух лет получили полный реестр застройщиков, которые подлежат уплате этого налога. Объединенная территориальная громада получает еще дополнительно налог с физических лиц. Это немаловажно. У нас наш район давал нам расчеты по формуле кабинета министров предполагаемый сбор налога в объединенной территориальной громаде. И по этим расчетам у нас в Лиманском районе мы оказываемся самой богатой территориальной громадой. У нас предполагается где-то 120 миллионов бюджет. Ну, кажется, человек, который не знает проблем Крыжановки или Фонтанки, будет говорить, боже, какие деньги. Но я знаю проблемы Крыжановки, мы знаем проблемы Фонтанки. Фонтанка и Крыжановка — это ползневые зоны. Там и там необходимо берег приводить в соответствующее состояние. У нас нет канализации, будем так говорить, и Фонтанки. Вот я тоже знаю, что Фонтанка только тендер провела и тоже начинает канализировать свое село. То есть на эти деньги, соответственно, очень много тех необходимых работ, которые надо сделать для того, чтобы это были действительно процветающие селы. И поэтому процесс децентрализации, процесс объединения территориальных громад дает эту возможность напрямую, если сегодня у нас есть проекты, напрямую выходить на кабинет министров и напрямую отстаивать необходимые средства для реализации этих программ. Я хочу сказать, что у нас не только берег в оползневой зоне. У нас есть две балки. И вот две балки, которые находятся тоже в оползневой зоне. Там тоже улицы, тоже дома. И мы, вот один проект у нас уже сделан на определенный кусочек балки, где действительно ужасающая ситуация. Сейчас мы заказали еще один проект. То есть проект – это своего рода тоже активы, которые будут реализованы. Но невозможно за это время, что мы сделали, за шесть лет, что мы работаем, нас избрали, но невозможно решить те проблемы, которые десятками лет никогда не решались в Крыжановке. Это и берег, это и замена водоводных труб, это и канализирование села, это и мы замахнулись на строительство детского сада. Я уже, вы знаете, подумываю, у этого застройщика, у которого аренда земли на 49 лет, по генеральному плану есть школа. Мы уже так между работниками сельского совета говорили, ну почему бы нам сейчас не решать вопрос, эту землю в коммунальную собственность передать и заказать проект школы. Действительно, мы сами, может быть, и не реализуем эту школу, но для этого, я думаю, будет помощь и области, и кабинета министров. Ну, вот так вот мы живем. Я хочу заметить, что у нас вот в селах нет ни одного переулка неосвещенного, и где нет асфальтированной дороги. И у нас вот новый жилмассив, новые лески мы называем, мы уже вплотную, уже три года делаем освещение, асфальтируем дороги. И вот модернизация освещения у нас проходит. Улицу Паустовского в Новых лесках мы осветили теми светильниками, которые прошли инвентаризацию. То есть старые мы снимали, они еще имеют определенный срок годности, рабочие. И у нас в СМИТе получились светильники с нулевой стоимостью. Это, я подчеркиваю, работа с бюджетом, правильная. Сегодня у нас асфальтировка дорог в прошлом году у нас была, я гордилась этим, 480 гривен квадратный метр. Это был до нас никогда не заключался договор с подрядчиком о сроках, которые они дают за свою работу. И если в течение этого срока будут какие-то неполадки, они это переделывают. В этом году у нас 620 гривен квадратный метр асфальтировки дорог. И дороги стелят очень качественно. Мы пешеходную дорожку сделали по центральной улице. У нас очень много таких зон отдыха, где мы устанавливаем не только детские площадки, у нас есть спортивные снаряды, где приходят заниматься и бабушки вечером, и молодежь по утрам. Мы также в этом году открыли зону отдыха, потому что мы выделили место для причала. У нас рыбацкое село, и это была просьба рыбаков наших о том, что многие имеют катера, скутера, надо какой-то выход в море. Мы в генеральном плане сделали причал, и в этом году мы начали осваивать этот причал, сделали зону отдыха прекрасную. Наталья Григорьевна, спасибо, что пришли к нам в студию. Будем надеяться, что село в дальнейшем будет развиваться, что будет полное взаимопонимание как с областной властью, так и на уровне кабинета министров, и что вам будут помогать. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня говорили о судьбе села Крыжановка. У нас в гостях была Наталья Крупица, председатель Крыжановского сельсовета. Студию провел Константин Гречаный. Всего доброго.